Проститься с погибшим пришел практически весь Запанской. Поселок маленький, все друг друга знают. Тело Дениса обнаружили вот здесь, между школой и детским садом, во вторник, 13 сентября, в районе 7 часов утра. Сейчас именно на этом месте лежат цветы. Молодому человеку исполнился 21 год. Первое тело увидела повар детского садика. Поначалу она не узнала в погибшем внука известного боксера Зульфигара Аббасова. Я шла на работу и увидела, что в луже лежит молодой человек, вниз лицом. Она зашла в этот садик и вызвала милицию. Через 15 минут милиция приехала. Не исключено, что сюда Дениса принесли уже мертвым. У правоохранительных органов есть видеозапись, сделанная в нескольких кварталах от школы. Около церкви двое неизвестных избивали парня. По одной из версий, озвученных в СМИ, молодого человека убили из-за конфликта с представителями одной из организованных преступных группировок. Якобы сейчас идет раздел рынка на улице Верхнекарьерная, которым владеет приемный отец погибшего Руслан Абасов. Друзья семьи называют эти слухи чушью. Он достаточно молод и просто у него никаким ОПГ он не имел ни отношения ни к рынкам. Я знаю давно, мы все здесь выросли в Запанском. Просто такое сечение обстоятельств, что он как бы проходил и, видимо, кто-то его встретил. Друзья семьи подозревают чужаков, тем более, что рядом расположен социальный приют, где проживают бывшие заключенные. В любом случае это только люди, которые не проживают в Запанском. Потому что местные, мы все друг друга знаем, мы выросли в садика и в школе, в институте, все вместе учились. Поэтому только. Возможно, даже это оттуда люди. Я не могу сказать, что оттуда. Может быть, кто-то хотел прийти пожить там, а их не принимают. Есть два подозреваемых, кто пока не будем говорить. Причина смерти в настоящее время отложена до окончания лабораторных исследований. Предварительная механическая асфиксия. По неофициальной информации, подозреваемые выходцы из республики Узбекистан. Им около 40 лет. За убийство преступникам грозит до 15 лет лишения свободы.